C. Сделано, что будет в августе с курсом рубля. C. Сделано, что будет в августе с курсом рубля 8 часов. Deposit photos, Valphoto. Рубли и доллары США. Deposit photos, Valphoto. Москва, 29 июля. РИА Новости, Наталья Димбинская. С начала января рубль укрепился к доллару почти на 10% и на 11 к евро. Это лучший результат среди валют развивающихся экономик. На курс не повлияли ни колебания цен на нефть, ни угрозы американских санкций. Приближается август традиционно сложный месяц для российской денежной единицы. Чего ждать от рубля в последний месяц и лета в материале РИА Новости. Новая реальность. В первом полугодии рубль показал лучшую динамику среди 36 основных мировых валют не только развивающихся стран. В июле вернулся к многомесячным максимумам по отношению к валютной корзине. Как поясняют аналитики компании БКС Брокер, это прежде всего результат высокого спроса на российские долговые бумаги облигации федерального займа ОВС. Доходность российского долга намного превышает ставки и на развивающихся, и на развитых долговых рынках. Это стимулирует приток зарубежных средств, которые конвертируются в рубли для покупки ОВС, что, в свою очередь, способствует укреплению отечественной валюты. 18 июля. 8 часов. Атака на доллар. Трамп затевает валютную войну. Рубль поддерживают и решения, и намерения ведущих центральных банков. Так, американский и европейский ЦБ готовятся к изменению монетарной политики. Европейский по итогам июльского заседания сохранил процентные ставки прежними, но указал на возможность пересмотра этой позиции уже в сентябре. Евро отреагировал на такое известие достаточно бурно и впервые с марта прошлого года опустился ниже 70 рублей. Это станет новой реальностью августа. Вполне ожидаемое событие, возвращающее нас в лето 2017 года, отмечает Анна Бодрова, старший аналитик информационно-аналитического центра Аль-Пари. Поддержка от ФРС. Более решительных действий ждут от Федеральной резервной системы. 31 июля американский регулятор, скорее всего, снизит ставку впервые за 10 лет. Информация о предстоящем смягчении кредитно-денежной политике уже послужила одним из основных факторов ослабления доллара с почти 70 рублей к нынешним 62-63 рублям. Си. Ставки окажут дополнительную поддержку у российской валюте. 11 июля, полночь в 49. Рубль укрепился на новостях от главы ФРС США. Если ключевые ставки в Европе и США уменьшатся, капитал начнет искать более доходные инструменты. Пока российский ЦБ не собирается отказываться от умеренно жесткой политики, что предполагает сохранение высокой доходности рынка ОФС, поясняет Андрей Кочетков, ведущий аналитик компании «Открытие Брокер». Аналитик предсказывает спокойный август для отечественной валюты с сохранением сложившегося диапазона 62-64 рубля за доллар. В то же время некоторые эксперты указывают, что наметившийся переход ЦБ к более нейтральной политике снижает спрос на российский долг. Активность иностранцев в секторе ОФС уменьшилась, число размещений сократилось, но пока эта тенденция не набрала обороты, говорит Андрей Верников, директор по аналитике и КЦРР Капитал Менеджмент. По его мнению, решение Банка России снизить ставку на 0,25% пункта ожидали на рынке и на рубле это никак не отразится. Тем не менее, добавляет Бодрова, рынок ОФС теперь менее привлекателен для горячих денег. 25 июня, 8 часов. Америка готовит доллар к девальвации. Ориентировочно в августе, несмотря на всю его так себе репутацию для российской валюты, доллар останется в пределах 62-64 рублей. Может быть, попробует подняться к 64,5-65. Диапазон евро 69,573 рубля, прогнозирует Бодрова. А бывало не предвидится. Что касается нефтяных цен, от которых по-прежнему существенно зависит российская валюта, сюрпризов эксперты не ждут. Шансы того, что котировки нефтемарки Brent упадут в августе ниже 59 долларов за баррель, невелики, следовательно, и рублю опасаться нечего. При нефти на текущих уровнях плюс-минус 10% у рубля нет поводов для резких движений. Если котировки сдвинутся к нижней прогнозной границе, Минфин сократит покупку валюты в рамках бюджетного правила, а если к верхней, приток валюты самообеспечит необходимый баланс на рынке, объясняет Кочетков из компании и открытия брокер. Наконец, рубль поддержит хорошие фундаментальные показатели положительной сальдо торгового и платежного балансов, а также профицитный бюджет, который рассчитан при цене нефти 40 долларов за баррель. Субтитры создавал DimaTorzok